Здарова! Это Шамшурин и я вместе с этими многочисленными уточками приглашаю тебя на свой новогодний, заключительный в этом году тренинг-практика, который пройдет с 12 по 15 декабря в Москве, в центре Москвы, в пятизвездочном отеле, в камерной обстановке. Из плюсов это будет дополнительный день, это очень важно и ценно, это будет приглашенный специальный гость, лучший стилист в России, Александр Белов, много чего еще интересного и в принципе самый главный плюс, это возможность начать в новом году совершенно новую жизнь, полную красивых женщин, без одиночества, возможно, найдя себе любимую, это уже твой выбор. Итак, я приглашаю тебя на новогоднюю практику с 12 по 15 декабря. Ссылка под этим видео, записывайся. Обиды не было, когда к девушке подходишь, говоришь просто там привет, а ты сразу на тебя негатив, типа иди дальше. Ну а какое ощущение, если не обид? Ощущение, как бы, ну я положил с хорошим, она меня нахуй послала, она меня как бы опустила. И вот внутренне, как возникают ощущения. Это неприятные ощущения? Да. А у кого еще неприятные ощущения были, когда вас жестко сшивали? Ну хотя бы здесь. Ну сегодня не было, а так вчера, потом вчера, да. Ну короче, лес рук, да, типа. Тут еще у нас Вася пришел, Вася же пришел, да, куда-то забился. То есть вот это вот, про вот эту жертвенность, Вась, про всю эту херню, я тебе вчера про это говорил, да. То есть вот этот же фильм Джокер, да, про который там много мусолили, я думал, что это какая-то тупая американская хуйня, я сходил как бы, плюс я со своим психотерапевтом на него ходил, понимаешь, и мне прям все так классно, и с Юрой ходил, и с женой ходил. Ну то есть там история такая, что с чуваком происходили все время какие-то странные обстоятельства, да. В том числе, как вчера у тебя произошло, что ты каким-то чудом угодил там в ментовку, да. И то есть как бы есть такая штука, образ жертвы, когда человек, ну это все из детства идет, то есть вам как бы в детстве каким-то образом так вот вас воспитали, с вами это сделали ваши родители невольно, что многие по жизни чувствуют себя такой вот как бы жертвой обстоятельств. У кого бывают ощущения, что, блядь, вот все против меня, это не значит, что вы прям сейчас конкретно жертва, то у кого есть такое, что периодически, да, вот ощущение, что, бля, ну что такое-то, почему мир меня нагибает. То есть по поводу власть твоей истории, что я не знаю, как это работает, и в фильме Джокер про это тоже было. То есть зачем его эти подростки отпиздили, да, казалось бы, там, чувак шел там с этим плакатом, ну что-то там рекламировал. То есть люди, у которых есть позиция жертвы по жизни, то есть они каким-то космическим образом, они притягивают к себе неприятные обстоятельства, то есть это реально так и есть. И поэтому здесь, ребята, у многих такое бывает, что у кого-то парень рисовался, там, что-то там кому-то угрожал, у кого-то еще что-то. Значит, в чем суть? Значит, я это уже где-то раньше говорил, и в книжке написано про экстернальный и интернальный локус контроля внимания. Кто-то слышал про это? Да. Ну, короче, есть два вида людей, как бы. Есть люди с экстернальным локусом контроля внимания, неважно, как это называется, то есть есть люди с интернальным. Интернальный – это когда человек сам на себя валит всю ответственность за все происходящее. То есть что бы ни случилось, он ищет причину в себе, его послала нахуй телка. Он не будет говорить, что с ней что-то не так, он будет думать, блин, может, я как-то не так подошел, может быть, не знаю, я был слишком груб, ну, то есть это такая здоровая критика к себе, не в смысле, что какой же я мудак, а в смысле, что он будет искать причину себе, так, что-то надо поменять. Человек с экстернальным контролем внимания, он будет винить во всем, там, все происходящее. Это была женщина, это вот эти чуваки смотрели, поэтому она меня слила и так далее. То есть второй тип людей, они очень редко в жизни добиваются каких-то высот, потому что эти люди, как правило, винят внешние обстоятельства. То есть это как раз, Вася, опять же, еще одна история, там, немножечко о тебе, то, что тебе надо с этим что-то делать, потому что если ты будешь, там, эта тёлка меня повела, сказала, давай за мной, вот ты пошел вторым в метро, вот тебя и приняли. Чувак, так она здесь ни при чем, ты сам бы решил, что надо за ней пойти, как бы это нарушение, ну, скажем так, закона. Значит, смотрите, я хочу сейчас просто, ну, отказаться от лирики, то есть мы сейчас прям с вами что-то попишем. Многие из вас узнают себя. Это не значит, что вы все живете с позиции жертвы. Это значит то, что здесь даже малейшее ее проявление, когда вот обстоятельства против, там, я не нравлюсь женщинам, там, не знаю, меня никто не подтолкнул. То есть это вам сейчас не полезно. Поэтому можно даже сделать такое задание. То есть, смотрите, давайте вместе напишем, что делает жертва, ребята? Давайте так, ну, перечислим, что делает жертва? То есть, кто такая жертва? Чем она характеризуется? Жалуется. Она жалуется, да. Дальше. Она боится. Боится. Терпит. Она как будто в плену обстоятельств. Есть такое, терпит. Она обиделит мир вокруг себя. То есть вы ловите себя, что вы здесь в тренинге, где-то кто-то, да, жаловался, что там, блядь, меня лично там, не знаю, не позвали тренеры, то есть, хотя вы сами могли подойти. Или девушка на вас как-то плохо отреагировала. Еще. То есть она уступает. Кому знакома эта ситуация? Вот тот вот Донжуан и Д'Артаньян, про которого мы вначале говорили. Когда идет одна девушка, два чувака одновременно идут к ней наших, да, и тут начинается, сука, конкурс, блядь, на лучшего этого, я не знаю, как это назвать, а-ля реверансье какого-то. Да, после вас, нет, после вас. То есть этот человек уступает, да, то есть там идет девушка, которая вам нравится, вы берете и уступаете. Странно это выглядит. И вы уступаете, конечно, потому что вам страшно, но по большому счету это выглядит глупо. Еще что делает жертва, ребят? Она боится. Ну, есть такое, что жертва боится. То есть получается, что как бы вы боитесь женщин, то есть которые физически вам ничем не угрожают. То есть как бы сам подход туда, он физически вам ничем не опасен. Или то, что она вас там не примет, она вас поругает, она скажет, отстань от меня, я хочу с тобой знакомиться. Вы же не жертва, вы вот эти все штуки на себя примеряете и завтра, когда пойдете, вспоминайте о том, что я не жертва, поэтому я не собираюсь бояться этого. Да, я волнуюсь, ну, блядь. Все волнуются, да. Убегает от возможных конфликтов. У тебя было такое? Убегает от возможных конфликтов. То есть здесь имеется в виду, в тренинге. Когда это было? Ну, вот, подошел парень, сначала было как-то не по себе. Ну, ты убежать предпочел или что? Да нет, это вдруг вообще оказался... Убегает в бинар. Плохо себя чувствует, ребят, страдает. То есть у жертвы нет денег. Она не умеет зарабатывать. Она беспомощная. Ну, я себе тут накидал. То есть она... Ответственность не берет. Да, то есть она не имеет права радоваться, потому что здесь очень... Я просто пытался накинуть то, что здесь встречается. Мы вчера об этом говорили. Как только вы... Вас послала девушка подальше, вы начинаете говорить, я такой плохой, да, вот я просто, блядь, дебил, там, лох и так далее. Но когда у вас что-то получилось, и надо бы порадоваться, сказать, блин, вот это денек сегодня был, вы начинаете себя обесценивать и говорить, да, ну, нет, ну, как бы, надо лучше и так далее. То есть это тоже про жертву. Что еще делает жертва, ребят? Или не делает? Что не делает? Что характеризует? Паникует, еще себя узнавайте, что делать. Новое, ничего не пробует. Она, допустим, смотрите, она, да, бездействует, и она ждет, когда ей скажут, что делать. Вот это ваша тема, когда вы сами ни хера не делаете, вы ждете, когда саппорты или тренеры вас пнут. Вот узнавайте себя здесь. Еще что, ребят? Не выбирает. Что? Не выбирает. Ну, не выбирает, да, потому что она отдает право выбора даже за свою женщину потенциальную кому-то. Говорит, давай, покажи мне. Мне вчера несколько человек подходили и говорят, показывай. Что показывать вам? Хуй вам показывать, ребята. Ну, то есть, понятно, почему вам проще подходить, когда вам показывают. Да, потому что, если вас, скажем, жестко отшила девушка, которая показала шамшурин, вам внутри спокойнее, потому что вы все говорите, так это же не я выбирал, он просто неправильную девку мне показал. Это вообще его вина. Поэтому вы предпочитаете, как бы, чтобы вам показывали. Что еще, ребят? Давайте тогда, если нет такого противоположного, что делает не жертва? То есть, что касается жертвенности, вы должны в себе здесь убрать, ребят. Еще раз. Давайте. Что делает не жертва? Что делает нормальный чувак? Принимает решение. Принимает решение. То есть, ты видишь девушку, ты говоришь, она мне нравится, ты понимаешь, что ты ссы, что тут есть понятие самотрансценденции и самодистанцирования. Почитая об этом у Виктора Франкла, например. То есть, ну, не важно. Короче, ты должен научиться внутри себя в этот момент отстраниться от себя и сказать, да, мне страшно, я вижу себя со стороны трясущегося, но я принял решение, что мне нравится эта женщина, мне надо сделать задание, ты идешь. Принимает решение, да. Не ждет, когда мы подойдем и скажем, иди к ней. Как сегодня было с этими двумя как минимум. Еще. Что делает не жертва, что делает хозяин обстоятельств, хозяин жизни? Принимает риски. Ну, рискует, да. А вдруг она меня пошлет. То есть, ты идешь и проверяешь, пошлет она тебя или нет. Что еще? Ну, можно все собирать, не только про девок. Зарабатывать деньги, да. Кайфует, да. Классно живет. Кайфует, смотрите, кайфует. Делать то, что хочется. Вы сейчас себя обманываете. Вы видите красивую девушку, вам хочется туда подойти, хочется с ней замутить, но вы не делаете этого. Делает себе подарки какие-то, ну, удовольствия для себя. Смотрите, зарабатывает, руководит и раздает указания. Вы можете девушкой руководить, это очень круто. Давай мы сюда отойдем, здесь, короче, нам неудобно будет стоять. Остановись. Я же тебя прошу, да, ну так, типа, не с просьбой, а с каким-то таким директивным посылом. Что еще она делает? Разрешает себе все. То есть, это вот как раз вот эти ваши вещи, которые вы себе не разрешаете, ребят. Берет ответственность, громко слушает музыку, но это я себе писал. У меня все равно есть такой заеб, когда я выхожу, короче, из квартиры, у меня играет музыка на телефоне, я подхожу к лифту, убавляя, вдруг вот эти люди, которые там едут, и я с ними проедусь там лишние две минуты, и мне, блин, вот это колбасит, да, но я себе это писал. Лосковый ты мой, котенок. Смотрите, что она делает еще, то есть, она отказывает, ну, легко отказывает, да, то есть, умеет сказать нет. Да, это к тому, что вот, типа, девушка тебе не нравится, ты подходишь, у нее усы, как у неманые лисы, да, то есть, и ты не можешь уйти, и не можешь сказать нет, потому что она как, это же неудобно, да, понимаешь, я же подошел, я же уже должен на приори по жизни. Извините за мой французский, ебет женщин, ну, логично, да, то есть, хозяин жизни, что он делает? Добивается всего, может за себя постоять, имеет там здоровое, красивое тело, нет вредных привычек, смеется и радуется, шутит, да. Не боится признаться в своих недостатках. Да, потому что это точка роста, не рассказывает нам Паша истории о том, что она слишком такая, это она недостаточно, Паша, да, нет, Паша? Или ты сегодня уже у нас не рассказываешь истории? Забота о людях. То есть, она уважает себя в первую очередь, да, уважает других, она счастлива, она независима, она выбирает, то есть, это то, что вы можете сейчас научиться тому, чтобы вы будете выбирать девок. Реально, это не сказки, это не миф. Кто уже понял, что он за этот тренинг подошел к такого плана девушкам, к которым он до тренинга никогда бы не осмелился подойти, при этом еще и на него нормально отреагировали? Ну, во всяком случае, неплохо отреагировали, да. То есть, когда вы этот навык закрепите у себя, вы начнете выбирать. Это самое охрененное, что может быть. Это очень сильно вас куда-то продвинет. Оценивает. То есть, это когда вы подходите, вы не думаете о том, только чтобы мне тут прожонглировать, чтобы она на меня повелась. Вы стоите, общаетесь, а сами думаете, так, вообще, ну его нахуй может быть, а что-то она какая-то такая. Слушай, я что-то вот решил, дай-ка я тебе пожелаю всего хорошего и пойду. Ты знаешь, вот не стрельнула. Честно, ребят, если вы сделаете это вот такую практику, скажете это девушке завтра какой-то, которая вам не очень понравилась, вы кайфанете. То есть, в этом что-то, вы позволите себе, да, я подошел, я проявил инициативу, ну, понял, что это не мое, и ушел, и озвучил это. Ты знаешь, ты охуенная, но что-то у меня вот не счет. Так что, давай, пока. Сможешь это сделать? Критикует, уважает себя, там, и, соответственно, иногда даже подъебывает других, ну, то есть, в хорошем смысле слова. Вот вам ориентиры, ребята, от чего здесь в тренинге надо избавляться, от чего, ну, и что нужно здесь внедрять, это же ежу понятно. Ну, и, соответственно, еще одно задание, значит, дома сделайте, ребят, напишите себе сегодня, например, вечером или завтра, утром сядьте, попишите полчасика с блокнотом, в чем я жертва, лично вы, у вас же есть свое что-то, да, в чем я не жертва. Даже, например, то, что у вас сейчас кредит какой-то, который вас сильно дрочит, это тоже вам неприятно, вы можете написать, у меня есть кредит, я пока что в этом плане жертва, потому что я зависим от банка, я должен его платить. Каждый про себя напишите, ребят, это очень важно, у вас будет вот чек-лист, от чего надо избавляться и к чему нужно приходить, что нужно увеличивать в своей жизни. Я жертва в кредите, блять, скажите, я не хочу больше оплатить, поменяйте полос, ну, в смысле, я не хочу оплатить, поставьте цель, скажите, все, я за три месяца его закрываю, я не хочу больше как бы нести этот долг, то есть раз закрыли, там, я жертва в том, что я не могу избавиться от сигарет, сука, бросьте курить, сделайте с этим все, что угодно, не знаю, загипнотизируйтесь, ну, то есть у вас будет понятно, с чем работать, ребят. И еще одно задание, значит, смотрите, во-первых, ловите себя каждый раз, когда вы себя жалеете, когда вы ловите себя на мысли, что я сейчас веду себя как жертва, у вас есть четкие критерии, кто такой жертва, вы сейчас идете такие, дай я подожду, пока меня саппорт принет, блядь, я же не жертва, почему я должен сдать, пока мне кто-то там что-то укажет, раз, поймали себя, то есть будьте осознанными, ловите себя на этом. И последнее упражнение, есть такая штука, называется, ну, как бы вам легально можно поныть, пожаловаться, подумать, какой вы бедный, несчастный, как вас не любят телочки, и как вам тяжело живется на этом свете, то есть, если вам прям вот грустно, херово и так далее, засекайте 20 минут, прям вот чисто по будильнику, и говорите себе, сейчас легально и официально я буду сидеть и себя жалеть, ныть, плакать, хоть, блядь, реветься, что угодно, жаловаться и уповать на судьбу, и прям садитесь реально и начинайте вспоминать все херовое, что у вас было. Прям задача сделать, как бы с точки зрения парадоксальной интенции, усилить это, гипертрофировать, прям, заставьте себя зареветь, аж, блядь, сука, ну, что ж такое, мне столько телок уже сказали, нет, потом, как только 20 минут прошло, все, вот такие отряхнулись, все, все, мне можно поныть, пожаловаться, погрустить, подумать, что у меня ничего не получается, 20 минут, сука, 20 минут прошло, на сегодня лимит исчерпа, но дома надо обязательно этот список накидать, это прям вам будет настолько вот глаза мозолить, когда вы будете осознавать вот эти вещи, это уже будет вас очень сильно двигать.